Очень часто детское хобби перерастает в увлечение всей жизни. Именно поэтому очень важно отнестись к выбору занятий своего чада ответственно. А для того, чтобы удачно выбрать хобби по душе ребёнка, нужно обратить внимание на то, чем он занимается дома. Я строю конструктор, я ещё могу, я ещё играю в машинки. Дома качаю пресс, отжимаюсь и гуляю в компьютер. Не секрет, что дошкольный возраст – это время, когда ребёнок быстро развивается, и у него меняются интересы. Психологи считают, что чем больше увлечений у ребёнка, тем успешнее он потом вырастет. И, конечно же, когда он чем-то заинтересован, у него развивается речь, развиваются психические процессы, такие как внимание, память, воображение, мышление. Увлечением наших героев можно только позавидовать. Такое разнообразие кружков и секций выдержит не каждый. В понедельник и в четверг я хожу на пение, в обед, а вечером я хожу на танцы, прихожу очень поздно. В среду и пятницу я хожу на английский, в середине сна меня забирают. А ещё в субботу и в воскресенье у меня рисование, а в субботу у меня чтение, английский и игралочка. Я очень люблю танцевать и петь. Мне хочется быть героем. Ну, когда вырасту. Быть маленьким, костюмом таком. Потому что у меня уже жизнь идёт греальческом. В возрасте 5-6 лет малыши действительно быстро переключаются. Почему? Потому что не всегда получают положительный результат. А вот если ребёнок заинтересован в деле, тогда он будет стараться довести его до конца. Ну, мы можем со своей стороны его уговорить, показать, что интересное дело. Мы давай вместе доведём до конца то, что ты начал. Я тебе помогу, я всегда рядом. Если тебе нужна моя помощь, я всегда рядом, и ты можешь ко мне обратиться. Здоровье самое важное. Поэтому с самого детства необходимо приучать ребёнка к спорту. Мама, меня хочется запишать на шпаргах раньше. Я только на плавление хожу. На гимнастику. Потому что там надо заниматься, и будешь сильным. Многих родителей волнует вопрос. А что делать, если ребёнок всё-таки не хочет заниматься подвижными играми? Как привить ему любовь к спорту? Родители, если занимаются зарядкой, ходят в тренажёрный зал, занимаются, например, лыжным спортом или плаванием, то, конечно же, ребёнок это видит с раннего возраста, и он приучается. Ещё родители могут рассказывать о своих увлечениях в детстве. Они могут рассматривать вместе фотографии, марки и так далее. В последнее время стало популярным отдавать детей для занятий иностранным языкам. На самом же деле психологи не рекомендуют детям заниматься иностранными языками в раннем возрасте. Ребёнок ещё не совсем обучился своему языку, а свой язык. И поэтому лучше, конечно, этот возраст 8-9 лет, когда ребёнок уже будет заинтересован. Если же мы будем ребёнка учить стишкам различным, песенкам, ставить сценки на иностранном языке, тогда, я думаю, что ребёнку будет и легче, и проще запоминать язык. Многие из ребят сказали, что они любят проводить время за компьютером. Однако психологи пришли к выводу, что лучше не знакомить детей с компьютером до 4-5 лет. Дело в том, что сейчас появляется такое заболевание, как зависимость, компьютерная зависимость. Все зависимости лечатся очень сложно или вообще не лечатся. Поэтому лучше ограждать ребёнка с самого рождения от компьютера. И где-то в возрасте 8-9 лет, когда ребёнок уже подрос, у него появилась критичность. Он может выбирать игры, соответственно, под руководством родителей. Будьте внимательны к своему ребёнку, чтобы в нужный момент помочь ему в полной мере реализовать себя, раскрыть все те задатки, которые заложены в него. Помните, чем меньше запретов вы будете ставить своему малышу, Чем меньше будете давать установок, тем любознательнее, общительнее, свободнее в своих поступках и выборе он будет расти.